Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Горы поиска хлыновскими палатами инвестора. Протекающая здесь речка Хлыновка изменила свое русло. Это показал новый межевой план участка. Именно этот факт послужил Кировской мэрии поводом для отказа хлыновским палатам осенью прошлого года в аренде земли. На этом месте заранее был сформирован другой участок и затем передан муниципальному ДК «Космос». Суд пришел к выводу, что участок, который городадминистрация предварительно согласовала в качестве места размещения объекта, не соответствует границам сформированного в соответствии с новым межевым планом земельного участка. Требования хлыновских палат удовлетворено не было. Руководители проекта намерены оспорить решение суда. Программа Экономика. На заводе «Молот» в ближайшие годы планируют новые сокращения рабочих. Как пояснил исполнительный директор «Молота» Александр Спирин, за первые шесть месяцев текущего года высвободилось 302 человека. Такая же динамика сохранится до конца года в числе сокращаемых инженеры и руководители. При этом на заводе есть свободные вакансии. Требуется 48 рабочих. Всего на «Молоте» сегодня трудится почти 2600 человек. По словам Спирина, к 2015 году останется немногим более 2000 человек. А если объемы производства будут наращиваться в той же динамике, то и эта цифра окажется слишком высокой. Высвобожденные кадры по плану должны трудиться на предприятии «Домостроитель». Там в связи с реализацией инвестпроекта по созданию производства стульев из-за массива «Сосны» к 2015 году должны появиться 300 новых рабочих мест. В Кировской области может появиться поселок программистов. Проект по созданию на территории региона поселка IT-специалистов появился давно. Однако и у автора возникли проблемы с поиском места и партнеров. Сейчас трудности решены, утверждает инициатор проекта Алексей Конышев в своем блоге. Среди возможных мест для реализации проекта – левый берег реки Великой, примыкающий к селу Великорецкое. По словам Конышева, архитектурой поселка займется чешский академик. Итоговая стоимость квадратного метра будет стоить от 20 до 26 тысяч рублей. На часть строительства планируется летом следующего года. На Росплитпроме открыто конкурс на производство. Арбитражный суд Кироскобласти удовлетворил иск компании «Калибри» о признании Росплитпрома одного из предприятий мебельного холдинга «Лотус» несостоятельным и открыл в отношении него конкурс на производство сроком на 6 месяцев. И к другим новостям. Миллиардер Александр Лебедев предложил жителям села Ильинское собрать половину средств, необходимых на восстановление храма. Остальную половину дебюта Слободской района Думы пообещал добавить сам. 75% своего ежемесячного дохода жители области тратят на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает Кировстат. Ежемесячный доход среднестатистического кировчанина в январе-апреле составил 16,5 тысяч рублей. Расход едва превысил 16 тысяч. Компания «Грейхаунд» не смогла остоять в суде свои рекламные конструкции. В ближайшее время их придется демонтировать. И напоследок несколько цифр. В Кировской области осталось 7 проблемных домов и 233 обманутых дольщика. Большая часть из них – жертвы двойных продаж. 3 миллионов рублей достиг ущерб от лесных пожаров в Кировской области. 250 тысяч рублей готовы потратить областной власти на рекламу проекта «Покупай Вятское». Курс валют по данным Центрального банка на 21 июня. Доллар сегодня стоит 32 рубля и 70 копеек, а европейская валюта – 43 рубля и 35 копеек. Светлана Зельная, Новости экономики в Кирове.